Банкетная фуга Джона Раттера в исполнении академического хора Барнаульского мус-колледжа. Сопрано, тенора, альты звучат в единой гармонии. Однако управлять таким голосовым оркестром весьма непросто, подчеркивает дирижер. Музыка, над которой предстоит работать руководителю коллектива, она должна в голове звучать, и потом уже все это звучание перенести на коллектив. И самое главное – уметь объяснить исполнителям вот именно эту твою звуковую картину. На сцене Краевого института культуры такой масштабный конкурс впервые. Тысячи участников со всей страны и зарубежья. Онлайн выступали коллективы из Швейцарии, Белоруссии и Узбекистана. Удовольствие от того, что ты слушаешь другие коллективы. Ты не только в своей сфере, в Барнаульской, в Калерской варишься, но еще и слушаешь другие города, другие по статусу организации. Это профессиональные, это любительские. Более 30 лет назад Александр Тарнецкий создал Барнаульский академический хор. Вместе с супругой они воспитали немало студентов-хоровиков. С возникновением коллектива связывают резкий всплеск интереса к такому искусству в крае. Сейчас ученики Тарнецких везут со всей страны хоровые коллективы в Барнаул. Мы хотим, чтобы на Алтае сохранилась память о двух деятелях, которые на протяжении более чем 50 лет поднимали хоровую культуру, певческую культуру, детскую, взрослую, самодеятельную, профессиональную. У конкурса очень необычная система судейства, которая позволяет сделать этот конкурс, я думаю, для участников привлекательным, а для зрителей наиболее, так сказать, понятным по оценке. Девять, десять, восемь. Главный приз, гран-при и статус победителя международного конкурса при Министерстве культуры края. Для музыкальных коллективов это весомый вклад в развитие своего профессионализма. Мария Мацавь, Александр Антропов. День с толком.